На старт вышли шесть команд. После небольшой разминки претенденты на победу вступили в борьбу за призовые места. Спортсменам предстояло пройти несколько испытаний, показать мастерство владения мячом, меткость и скорость реакции. Мне понравились эти соревнования, потому что здесь были спортивные комплексы и можно укрепить свою команду. Сплоченная команда – залог успеха. Таков девиз ребят из команды 10-й школы. Ее участники занимаются спортом и проявляют себя в общественной жизни. Василиса Роговая – активист детской пионерской организации в свободное от школы время, любит поиграть с мальчишками в футбол. Ее партнер по команде Рома Сесяев считает, что на соревнованиях главное не победа, а участие. Мы дружны, потому что мы практически с первого класса со всеми дружим. И нам всегда весело, мы любим всегда на этих соревнованиях участвовать. Работа с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья – одно из приоритетных направлений молодежного центра. Спортивную форму они поддерживают в специализированных секциях по бадминтону, плаванию, адаптивной физической культуре, на танцах и коррегирующей гимнастике. Самое главное, чтобы ребята научились работать в команде, получили удовольствие от того, что они делают. И у них появилось желание заниматься спортом ежедневно. И это основная задача всех соревнований. Для них самое главное – это, конечно, участие, а не победа. Хотя они все очень стараются. И борьба всегда очень активная, но честная. По итогам соревнований первое место заняла команда «Старт» из школы-интерната номер 9. Второе – у первого интерната. Третьими стали воспитанники молодежного центра. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.